Девушки отдыхают Барашек, чья шубка тонка и мягка, и бела, как мука, или как облака, он гордился собой, зазнавался слегка и пускался от радости в пляс. И бывало, соседи сойдутся вокруг, что за стук увлекутся, пляшут, смеются, и весеньем полнится лук. Тарик, а вдруг? Девушки отдыхают Повезло как раз в тот день, в горы пустился великий кролень, герою страдальца утешить не лень. Тормознул и барашка спросил Ты что, грустный пельмень? Ах, я был красив, и я был ретив, и я танцевал под веселый мотив, но руну обгорнали меня не спросив, и бросили здесь, без стыда заголив. Вот-то прошел зив, а соседи тут же в крик, ну-ка брысь, я мол розов и жалок и лыс. Лыс, лыс, и что же, что лыс? Плевать на мнение, крыс, ни к чему эти нюни, ищи позитив. Хоть лыс стрижен, ты главное жив. Сегодня везет, завтра наоборот, но надо с надеждой смотреть вперед. Ведь ты не калека, копыта крепки, остается поставить на место мозги. О танцах был их нам, что говорить, но ты можешь слететь легко, воспарить. Ножку поднимешь повыше и вбок, танцевать готов. Ты танец прыг-скок, прыг, прыг и прыг-скок. Прыг выше всех, скачи налегке, и к небу тянись в каждом новом прыжке. Ножку поднять, чуть выше и вбок. Пришла весна, стрижки сезон, и вновь плесуна погрузили. В фургон, для барашка опять был печален и ток. Но пошел ему впрок урок. Хоть он скок, скок, скок и поскок. Да, жизнь не мед, падение и взлет. Но пока есть кроление, надежда живет. Субтитры создавал DimaTorzok